Друзья, приглашаю вас в маленькое видеопутешествие вместе с нами проехать, посмотреть просторы Оренбургской области. Потом мы с вами доедем до Архиповского карьера, где мы вам покажем все возможности наших автомобилей. Это систему ESP, блокировку от производителя АВТ и 100% блокировку, где вы для себя сделаете определенный выбор. Вам приятного просмотра! Ребята, перед тем, как вы посмотрите ролик, не забудьте подписаться, напишите любой комментарий. Все ваши комментарии продвигают мои видео выше, дальше, за что вам большое спасибо. А так мы сегодня собираемся в 1 часов на очередной покатушке. Ребята должны приехать, вроде сегодня должно быть и по трассе мы должны двигаться, и песок, и ПГС, и горки должны быть. Так что я надеюсь, что будет все интересно. Ну а вы смотрите. Ребята, на предыдущих покатушках человек вот это участвовал, Алексей его зовут, он раньше уехал, и приз, который ребятам я раздавал, ему не достался. Так что вот сейчас я тебе вручаю приз, ручку с названием моего канала. Весьма рад. Так что, кому интересно, вот здесь по ссылочке переходите, там где мы катались. Ребята, ну мы собрались, у нас сегодня 5 машин. Это девятка у нас, передний привод, 3 Дастера и моя одна длинная Нива. Один Дастер у нас 1.6 ESP, второй 2-литровый без ESP, третий, ну тоже видео уже был, 2-литровый, тоже без ESP. Так что мы выехали, вам приятного просмотра. Доливайте чайку, берите вкусных печенок. Мы все делаем для вас, ребята. Смотрите, какие места, ребята, интересные. Сакмара. Мы едем дальше. Все красоты Оренбургской области показываем вам. Типа какого-то каньона, ребята, смотрите. Ребята, заехали, называется Скалистый овраг. Показать вам все красоты. Смотрите, как здесь прикольно, как красиво. Запах пахнет травой, но очень вкусно. Ну и вот так вот. Смотрите сами. Очень красиво, ребята. Объемно. Вот, смотрите на фоне, я покажу себя. Если, ребята, нравится, обязательно поддержите мой канал, поставьте палец кверху, напишите любой комментарий. Где в Оренбургской области есть еще красивые места, куда можно съездить? Вы напишите, а мы обязательно туда съездим. Вот такая дорога вниз спускается. И это все скалистый овраг. Насколько плотный. Ну, сами послушайте. Вроде на звук пустота. Как будто внутри пусто. Но вот такой скалистый овраг держится. Все держится. Красиво. Очень красиво, ребята. И это все спускается ниже. Там уже посадочка. Но спускаться я не буду. Поднимусь здесь. Ну, обалденно, ребята. Обалденно. И это все вот идет, идет, идет оно. Смотрите, куда спускается. Красиво. Очень красиво. Очень красиво, ребята. Ладно, мы сейчас едем дальше. Нашу цель надо достичь, выполнить. Вот, сегодня у нас покатушки. Так что вы смотрите. Мы поехали дальше. Так, ребята. Это все наши сегодняшние участники. Перед тем, как доехать до местных покатушек, мы решили проехать, ну, красивые места по пути. Вот, посмотрите. Обрыдчики. Река Сакмара. Очень грязная, конечно. Ну, и месяц. Сегодня у нас 3 мая. Здесь вы как-то нахер на варе. Собираешься. Так, вот. А кровь, что такое? Подскажите, пожалуйста, что за растения, цветочки. Мы считаем, что это вишня. Но, возможно, это не так. В комментариях, пожалуйста, укажите, кто знаток. Вообще, красивый и запах очень приятный. Все, пойдемте сад. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Ехали на другую локацию посмотреть. Здесь вот можно переправиться. Нам, так как туда не нужно, мы туда не едем, ребята. А так, смотрите, ну красиво, красиво. Места очень красивые. Места у нас очень красивые, конечно. Как вам и не вас смотрится на фоне камней. Субтитры делал DimaTorzok Так, ребята, хочу попробовать проехать. Сейчас на пониженной. Первая пониженная. И попробуем здесь проехать. Пока никаких преград нет. Ну, конечно, по камням ехать не ахти. Так, а вот здесь вот мешает, наверное, камушки нам. Ну, ничего, нормально, нормально. Без каких-либо проблем выехал. Интересно. Так, как здесь у нас, ребята? Давайте посмотрим. Так, смотрите, на небольшое препятствие. Давайте первую пониженную включу. Между всего я не блокирую газ слегонца, слегонца. Ну, вообще никаких сложностей, ребята, нет. Едет не вас, едет. Так, вот здесь вот. Ох, как. Так, отлично, отлично. Давайте здесь попробуем. Машину рвать не нужно, поэтому нужно включать пониженную и на ней потихонечку кататься. Ну, все отлично. Так, здесь пониженную выключаем. И давайте поедем дальше. Да, у этого свободная. 2 литра, без ESP. Что-то траектория не та, Алексей. Нет. Почему так? Передний привод. Да, покажу. Да. Вот здесь, смотрите, вот и диагоналочка хорошая получается. Это 1.6 с ESP. Ну, блин, ESP, конечно. На первой не хватило, да? Я вообще на холостых закатил. А, понял все. На первой потихонечку. А у него 100% блокировка сзади стоит. Мы вспомнили. Я притормозил, чтобы она покачалась. Дифференциал заблокированный. Сзади установлен самоблок АВТ. Ну, тоже легко. Относительно, да? Легко, в принципе. Нормально. Пробуем другую траекторию. Бампер. Нет, проходит бампер. Нормально. Да, ESP это тема. ESP классно все равно работает. Классно, классно. Отлично. Все, поехали на другую локацию. Поехали. Поехали на другую локацию. Поехали. Поехали на другую локацию. Поехали. Поехали на велосипеде Trace. Так, вот это вам не мило, осилило тоже. Вроде кажется, что мелко, а на самом деле памбапер. Я поехал по другой траектории. Ну глубоко, ребята, прям плывем, плывем, вообще супер, супер. Ну что, эту локацию мы прошли, выезжаем, поедем сейчас на другое место. Ну а так места, конечно, красивые. Я здесь сам лично не был, а тут Евгений нас сегодня сопровождает. У него соболь полноприводный. Ну, вы видели в моих видео. Ладно, собираемся, едем дальше. Ребята, вот так, когда по полевой дороге едешь, такая вот стоит с тобой пыль столбом называется. Флаги наши развиваются к Дню Победы. Флаг моего YouTube канала. Если вам нравится, поддержите меня лайком. Вам большое спасибо. Не забывайте обязательно, конечно, подписывайтесь. Дальше будет интересней. Вот, посмотрите, поле здесь, вероятнее всего, подсолных рос после уборки. Поддержите, пожалуйста, лайком. Проехали по полям километров сто, наверное. Найти какую-то локацию интересную, ну, сложно, очень сложно. Сейчас вам покажу офигеть, где мы находимся. Карьер, смотрите, это карьер, ребята. Смотрите, какая красота. Здесь добывает песок белый. Но туда заехать нам не разрешили. Поэтому мы объехали как могли на машинах. Ищем где покататься. Так что красиво, да? Ну что, друзья, нашли мы одну локацию. Сейчас мы сюда заедем. Здесь вроде как песок. Интересно покататься на переднем приводе будет. На полном приводе. С блокировками, без блокировок. Смотрите дальше, будет интересно, ребята. Вот вам пример. Смотрите. Девятка. Тут мелкий песок, мелкий ПГС. Вот у девятки свободный дифференциал стоит. Попробуешь? Все на этом. Девятка, она просто закопается. Так как свободный дифференциал, колесо одно буксует. И все на этом. Давай ходом, попробуй. Попробуем ходом. Но тяжело. И тут еще получается диагональная вывешня серьезная, да? Ну а так, девятка сильная машина. Как ни говорите, но... Вот сейчас сравним с Нивой, с Дастером. Классика. Ух ты. Все, Жень, ты доказал, что ты лучший. Почти заехал, Жень. Ну да, если раз год больше взять, наверное, заедешь. На третий зайди. Вот, смотрите, показываю. Это ПГС. Тут жесткий, там уже Евгений раскатал. Но сложно, сложно. Ну как вам? Долго мы ехали на эту локацию? Давайте сейчас Дастер с ESP 1.6. Здесь как раз диагональная вывешня получается. Давайте, смотрим Дастер. Сейчас уже резина у всех шоссейная. Отлично, просто отлично. Вот вам разница, для чего нужен полный привод и монопривод. Попробуй с места. Давай отсюда попробуем с места. Ну красавчики, ну реально круто. Круто. Вот вам и полный привод. Сами, я надеюсь, увидели разницу в моноприводе, в полном приводе. Такие дела, ребята. Сейчас не вас и попробуем. Сал я выключу. И потихонечку на первой пониженной попробуем. А не хватает первой пониженной. Ты представляешь? Потихонечку не поедет. Как-то она тонет, да? На второй пониженной она заезжает. Не знаю, давай. Ну здесь диагональ страшная. Не-не-не, не возьмешь. Между темой надо под подосмотр. Я, наверное, всего включил. Вот так там бьет. Стоят диагонал. Надо вон там поискать диагонал. Все. Я понял, как заезжать по диагоналке. Все понял. Я сейчас тут зайду. Убийца, блядь. И что? Отлично. Не подпад. Ещё. Вот чё-то не едет пока. . Ужив Hero. Продолжение следует... 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 вот я у них смотрел они разбирали редуктор и смотреть через 100000 вот они и вытащили а как выливать шестеренки так есть так вот не знаю у меня вот 40 тысяч машину куда после 30 тысяч 30 тысяч классно классно когда попробовал что а по деньгам не помнишь почему не хорошо помню 20000 но установить я сам и с другом поэтому установка как бы она мне не стал так ребята но сегодня диагоналок у нас получилось но предостаточно покатались мы сегодня вдоволь нашли то что я давно хотел найти именно песок пгс это я прямо давно хотел потому что я не катался по песку по пгс хочу сказать так что двигатель нивы нужно крутить если даже сегодня на первой пониженной с места я то есть перед горкой в песок начал трогаться движка не хватает поэтому нужен конечно разгон определенный тогда него будет ехать него нужно крутить ребята как хотите ладно давайте мы смотрим дальше что мы здесь так алексей говорит что вот здесь вот ухты какие диагоналки хорошие и въезд и заезд сейчас я сейчас я поднимусь и ребята смотрите здесь жестко ребята жестко вот сейчас посмотрите дастер 1.6 csp и дастер двухлитровый жесткой блокировкой ну классненько ну мне понравилось вот этот блокировка которая у сергея стоит легко прям легко заходит мне прям нравится сейчас пойду я здесь попробую заехать там где мы сегодня катались в принципе почти любой автомобиль но мы взяли для сравнения девятку девятка не смогла конечно в ту горочку заехать потому что зацепа не хватает одно ведущее колесо по сравнению с нашими автомобилями полный привод у нас крутится два колеса но в крайнем случае 4 конечно она будет вывозить интереснее а так можно и на переднем приводе естественно везде проехать так ну смотрим алексей берет другую траекторию на 1.6 ребята движка не хватает уже и сам владелец говорит что движка не хватает на двухлитровым намного он оборотистей лучше вывозит просто вот сегодня по сравнению мы так поняли есть и алексей отключает потому что но глушит конкретно вот видите не хватает а двухлитровый заходит намного проще потом я проеду попробую здесь проехать и там проехать ну по песку ребята есть интересно теперь я понимаю песок как говорится злобучие пески да то что в песке как и грязи можно сесть на мосты и очень сложно будет выехать так сейчас так вам алексей хочет все-таки миссию свою закончить но не хватает нет ну ты смотри чё да все-таки вытащил я думал не вытащит так давайте сергей рассмотрим так два литра а вот так он заезжал так но все смотрим смотрим сами заметили что два литра даже признаков не было что ему не хватало заходят нормально так рассмотреть горочка приличная классно классно ребята все очень достойно так ну вышел я сейчас на гору посмотрите вот красотень то какая вот он диагональ повисла где бесполезно у тебя колесо колесо в бампер уперлось и назад сдай чуть-чуть вот там накопал и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 по полевой дороге, ребята. На четвертой передаче почти газ не бросаем. Справа поле паханное. Видно, будут сеять что-то. Нет, ребята. Отличный автомобиль. Вот под этим дорогам на Невасин, где ездить. Вот почти сотку иду. Как вам впечатление, ребята? Все, давайте. До новых встреч. Аб While a a a o a a a Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...